Привет всем, это Евангелина вновь, и сегодня, как я обещала в прошлом видео, расскажу вам чуть больше про KGSP программу. Итак, перед тем, как перейти к основной части, я хотела бы ответить на один вопрос, и, возможно, мой ответ поможет вам. Вопрос звучал так. Какая твоя мейджор и как ты определилась с ней? Честно сказать, я очень долго думала на то, чтобы поступать на интерьер-дизайн, на фэшн-дизайн и в целом на всё, что связано с арт-индустрией. Но в конечном счете, после долгих раздумий, осознания и мыслей, скажем так, небольшого ресерча, я поняла, что это не совсем то, чем, наверное, я хочу заниматься в дальнейшем. И я поняла, что даже если мне всё это привлекает, я могу получить определённые знания и навыки в этой стезе без образования в университете. Я могу пойти на определённые курсы, могу встретиться с людьми, посещать мастер-классы. Образование — это очень-очень важный фундамент для твоих знаний. Поэтому затем я, скажем так, посмотрела на свой второй вариант, который я рассматривала, это было бизнес-администрейшн. Бизнес всегда меня привлекал, поскольку мой отец является тоже предпринимателем и занимается бизнесом, скажем так, уже довольно давно. И меня как-никак, я как-то там, знаете, крутилась, поищала какие-то лекции, слышала очень много рассказов от папы, читала книги по бизнесу. Я поняла, что это довольно реально интересная для меня тема, и я на самом деле довольно многое знаю для своего возраста, учитывая, что я как бы никогда именно лицом к лицу с этим не сталкивалась. И я решила, что бизнес-администрейшн — это более актуально, поскольку там изучается огромное количество разных направлений, таких как маркетинг-менеджмент, экономика, логистика. И в дальнейшем я могу... у меня будет более широкий спектр возможностей и выбора профессии. Вот, это было, скажем так, для меня очень важное решение, и я очень рада, что я выбрала именно эту специализацию. И если так подсуммировать, очень важно, чтобы, скажем так, эта профессия, этот факультет отвечал на несколько вопросов. Первое — должно быть то, что вам нравится, чем вам интересно заниматься. Второе — это должно быть то, что открывает вам огромный спектр возможностей в будущее. И третье — оно должно быть вам полезно и в повседневной жизни. Надеюсь, мой ответ поможет вам определиться с факультетом. Итак, поехали. Заполнение документов. Сначала перед тем, как переступить к заполнению, вам нужно узнать, откуда вообще взять эти документы. Вы заходите на сайт Studying Couriers, потом заходите во вкладку KGSP, гранты, и там будет анкета. Можете взять анкету с прошлого года, то есть куда подавала я. К сожалению, на ваш год она будет выкладываться, например, на 2020, она будет выкладываться буквально за несколько недель до уже, собственно, подачи заявки. Но я советую готовить документы до этого. Поэтому берете анкету прошлого года и буквально делаете все остальные пункты по ней. Возможно, новая эта анкета будет отличаться буквально на один-два пункта, но основная вся часть будет точно такой же. Вы открываете первый лист, заполняете личную информацию, имя, фамилию, language proficiency, как вы считаете, какие у вас знания. Затем, если у вас, конечно, есть... вообще шикарно, если у вас есть какие-то экзамены, и вы сразу по ним можете отметить, кто вы там. Beginner, Advanced, Upper Intermediate, вот. Потом заполняете университеты, которые вы выбрали, и специализации. Перед этим обязательно зайдите на сайт университета, вы посмотрите, к какой части специализации относится ваша major, humanitize. В второй части первой формы записан список документов, также указано, где нужно нотариально заверять. А где нет? Там, где написано NA, это нужно нотариально заверять. Советую вам не заполнять эту страницу сейчас, заполнить ее в самом конце, когда будете собирать документы на отправку, чтобы не запутаться. Положили документ в папку, делаете себе галочку, и так дальше. Затем вторая страница, это личная информация, заполняете все, что от вас требуется. Затем переходите к таблице language preferences, здесь нужно писать все экзамены международные, которые вы сдавали. Topic, IELTS, TOEF и так дальше. В моем случае это был IELTS, у меня была отметка 6,5, это минимальная отметка, с которой можно поддаваться практически все университеты мира англоязычные, кроме медицины, потому что медицина запрашивает минимум 7. Дальше вы ставите дату и level, какой у вас есть. Если что, Topic это корейский экзамен, я его не сдавала, поэтому я просто постараю вела прочерк, но я немножко знала корейский, даже когда уже ехала сюда. Дальше пишите список школ, в которых вы учились, можете поставить плюс-минус дату, никто это вот прям четко так проверять не будет. Cool Grades, и так тут написаны оценки в системе GPA, и существует два варианта, как это заполнить. Если у вас пятибалльная система, это просто находите средний балл за год и вписываете его в подходящую колонку. Например, первый год это девятый класс. А если же у вас десятибалльная или двенадцатибалльная система, то просто нужно найти балл самостоятельно по пропорции, умножаете свой средний балл на 5 и делите на максимально возможную оценку по вашей системе баллов. То есть вы не округляете до единиц, максимум до десятых. Большой нюанс, который нужно учесть, потому что у меня лично тогда возник вопрос на этот счет. В Корее старшая школа длится три года, у нас же она два. Поэтому вы можете написать оценки как за десятый и за одиннадцатый, так и за девятый, за одиннадцатый и за десятый класс. Если же у вас, например, в девятом классе оценка выше, чем в десятом и одиннадцатом, то, конечно, записывайте, это повысит ваш средний балл в целом. Затем все средние баллы плюсуйте и делите на количество этих оценок, то есть на два или на три. Вместе от того, какие вы выписали, три класса или два класса. Следующая строка это ранг. К сожалению, у нас такого нет. Вы можете плюс-минус прикинуть и написать, как вы считаете, а можете просто пропустить. Следующая часть указывает информацию про свою семью. Также упоминается, если вы уже получили какие-либо гранты от корейского правительства. Затем посещали ли вы Корею и указываете эти даты. Когда посещали, какая причина была этих посещений. Последний отсек это просто список рекомендантов. В этом случае для меня это был классный руководитель и психолог, с которым я сотрудничала, скажем так, в одном благотворительном проекте. Затем подпись, дата и имя. Следующие две страницы это просто клятва. Вы ее читаете внимательно. Там говорится про то, что вы говорите только правду. И что вы обещаете соблюдать там все правила. И просто даете себе соглашение на пропуск информации, всякое такое. Вы просто обязаны это подписать. Поэтому ставите имя, дату, подпись и пошли дальше. Personal statement. Вот это. Этого истинно важная часть. Тут вы должны написать, почему, по сути, должны взять именно вас. Почему вы выбрали эту специализацию. Напишите про свои способности, награды, различные олимпиады, соревнования, в которых вы принимали участие. Также напишите, почему вы хотите учиться в Корее, что вас не привлекает. Также волонтерство, если вы этим занимались, обязательно укажите это. Напишите свои хорошие качества и чем вы реально гордитесь в себе. Лично я разделила свое, так скажем так, self-introduction на несколько абзацев, и заглавив их как introduction of family, education background, skills, club activities and volunteering, experience and achievements, motivations. Вы можете сделать что-то подобным образом, но ваше эссе не должно обязательно превышать двух страниц. Это там указано выше. Кстати, после написания всего этого указания я все удалила, оставила. Так, сейчас мы переходим к самой для меня личной сложной части. Это был study plan, которым мне никто не мог помочь, ничего объяснить, поэтому здесь приходилось крутиться как ты самой. Сначала вопрос, заполняете всю информацию выше, а затем переходите уже непосредственно к писемной части. Помимо того, что бланк и так разделен на A и B вопрос, я вставила каждый из них временные рамки. В части A я писала, когда я начала изучать корейский, рассказала, по каким учебникам я изучаю, каким собираюсь изучать. Также написала, что я изучаю английский, и мне он очень нравится, как и корейский. Затем я написала непосредственно, как я буду учить корейский в будущем, и как буду развивать свои уже знания в английском, сколько времени я буду этому уделять, как часто читать книги, какие книги, и когда я планирую, собственно, сдать топик. И как я его планирую сдать. Вот очень важно здесь написать всё, скажем так, детально и обязательно поставить в рамки. В части B я написала, почему выбрала именно эту специализацию, почему уверена, что преуспею в ней. Затем я обосновала, почему я выбрала именно эти университеты. Например, если от этого университета есть какие-то интересные учебники или работы по вашей специализации, или есть профессор, который вам очень симпатизирует, и вам нравится его вид мышления, обязательно пишите об этом. Тут ещё можно сказать, что вы следите за блогами некоторых учеников, там, бывших KGSP, или учеников этих университетов, и они оказали там на вас огромное влияние, и вы решили обязательно пойти в этот университет, и вы слышали, что там невероятные какие-то дают знания и всякое такое. В общем, здесь нужно подойти очень серьёзно и поискать информацию, не ленитесь, это очень важная часть, потому что в основном будут смотреть люди на recommendation letters, на personal statement и на study plan. Это самое-самое важное. Также в пункте B я тоже разделила всё на приблизительно периоды обучения, и написала, как буду изучать свою специализацию и развивать свои другие skills, такие как, например, какие-то командные skills, например, там, участвовать в проектах, участвовать в фестивалях, помогать, волонтёрством заниматься, возможно, там, пойти на стажировку в какую-то компанию. Здесь очень важно включить ваше воображение и написать всё чётко. В последней части пункта B я написала свои будущие цели, кем собираюсь быть, что буду делать после того, как я закончу университет. Советую написать, что вы вернётесь в свою страну и будете, типа, распространять культуру Кореи и как-то свяжете свою жизнь с Кореей. Здесь тоже нужно продумать более детально, чтобы, если вам начнут задавать какие-то конкретные вопросы, чтобы вы могли на них спокойно ответить, не волнуясь. Это должно звучать убедительно, не должно звучать как ложь и не должно быть бредом. Обязательно придумайте это. Опять, это letter of recommendation. Вам нужно найти двух людей, которые своего лица напишут вам рекомендательные письма. Эти люди должны очень хорошо вас знать. И желательно, чтобы они были с разных сфер деятельности, не просто два учителя. И, скорее всего, эти люди попросят вас написать письма самой или самому, а сами просто распишутся. Поэтому вы должны понимать, что вам придётся написать письма, два рекомендационных письма так, чтобы никто не понял, что их писал один человек. Поэтому очень важно, чтобы сферы деятельности были разные. Например, если вы где-то были на подработке, пишите от лица своего работодателя, а другое, например, от лица вашего учителя. Это поможет задействовать разные сферы вашей деятельности и раскрыть вас как человека. Очень-очень важно, чтобы эти письма раскрывали вас именно как личность. Например, что вы усидчивы, что вы рвётесь вперёд, что вы готовы побеждать, что вы всё время настроены только на победу, что у вас всегда всё получается, что вы прикладываете все усилия. И вот для чего на самом деле служат эти рекомендационные ледры. Люди хотят узнать, какая вы личность, на что вы способны. Также в письме вы можете сразу написать на английском и уже просто дать людям, чтобы они подписали. Но при этом эти люди должны согласиться. Это очень важно, чтобы это всё было с согласием, и не просто типа, ну, подпишите, они должны знать, что они подписывают. Это очень важно, потому что существует вероятность того, что им могут позвонить и это проверить, либо написать на электронный адрес. У меня такого не делали, но вероятность такая есть, поэтому будьте внимательны. Это не должна быть подделкой ни в коем случае. В форме 6 просто отвечаете на вопросы и подписываете. Форма 7 вам понадобится только после того, как вы пройдёте уже собеседование, и вам скажут, что вам нужно предъявить medical examination. Для этого можете о ней общаться. Итак, это была основная часть по документам, а сейчас я вам расскажу несколько очень важных нюансов, на которые вам стоит обратить внимание. Если вы, конечно, внимательно прочитали несколько первых страниц информации, то вы, наверное, это запомнили, но я повторю это ещё раз. Вы также должны приложить табель с оценками за всю старшую школу, то есть и за 10 класс тоже. Вот у меня реально возникли проблемы с этой частью, потому что в Украине не даётся табель за 10 класс. Мне приходилось лично идти в школу, узнавать по несколько раз, просить их перепечатывать и мне, потом относить. И их обязательно нужно было отправить на апостель. Апостель на 10 класс обычно не делают, поэтому у меня это заняло около месяца, и я ещё дополнительно платила за это. И потратила на это очень много сил, поэтому, пожалуйста, займитесь этим в первую очередь, это очень-очень важно. Также второй пункт. Все оценки нужно обязательно объяснить, а затем написать внизу, как вы считаете, средний балл по GPA. Здесь я поставлю фото, как это я сделала сама. Третий пункт. После того, как вы написали всё, проверили, нотариально заверили, вам нужно сделать 3 копии каждого оригинала и сложить в каждую отдельную стопку документов. То есть в конце у вас должно получиться 4 одинаковых экземпляра с документами, только 3 из них копии и одна оригинальная. Оригинальные рекомендационные письма обязательно нужно также положить в конверты и запечатать их. Я даже запихивала в конверты и распечатанные копии рекомендационных писем, потому что я считаю, что это важно, хоть они это не указывали, но к этому могут придраться. В итоге у вас должно быть 4 папки, каждая из них должна обязательно быть подписана. Оригинальная, одна должна быть, даже, наверное, лучше, если она будет другого цвета, и на ней будет Original Documents и ваша фамилия, имя. Остальные 3 другого цвета, и на них будет написано Copy of Documents и ваша фамилия, имя. Важный пункт. Ваши документы обязательно должны быть написаны либо на корейском, либо на английском, другие никакие не принимаются. И если вы уверены, что вы все сделали правильно, что вы все сложили, обязательно, обязательно позвоните в посольство и спросите еще раз про документы, как правильно все оформлять, все ли вы правильно оформили. Потому что, когда я лично позвонила, я не помнила такого нюанса, но, оказывается, все их нужно было подписать аккуратненько. Каждый документ нужно было подписать в левом верхнем углу карандашом, что это за документ. Это был, оказывается, очень важный пункт, и если бы я им позвонила и еще раз это не проверила, я бы, возможно, пропустила все, и как бы из-за этого бы все накрылось. Поэтому обязательно, обязательно проверяйте все по несколько раз. Это очень важно, и буквально маленький нюанс может стоить вам вашей победы. В общем, наверное, по документации это все, но я хотела бы вам сказать и лично от себя пожелать удачи, потому что я вас верю. Лично я, когда отправляла документы, мне самой не верилось. Я не могла поверить, что я могу как-то пройти. Мне казалось, у меня нет шансов, что люди все там будут так прекрасно знать корейский, и я вообще буду полным нулем, который знает буквально несколько предложений. Ну, ладно, не несколько предложений, я плюс-минус понимаю, когда мне что-либо говорят, но когда я туда пришла на собеседование, практически никто не знал корейский вообще, априори. И тогда я реально поверила в свои силы. Я уверена, что у вас тоже получится, если вы подойдете к этому вопросу, не просто натяп-ляп и начнете делать его в последний момент, а у вас будет определенный, скажем так, расписание и пошаговый план, как вы к этому уйдете, у вас все получится обязательно. Я была очень рада, скажем так, заснять это видео и поделиться с вами этой информацией, потому что я очень надеюсь, что оно вам поможет в заполнении документов. Если вам понравилось это видео, оставьте мне лайк. Спасибо за просмотр. Kiss you, love you, bye. Субтитры сделал DimaTorzok